Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Украинцы попросили об этом, другие европейские страны предоставили часть этого оружия. Россия не использует его. Процесс принятия решений продолжается. Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, сообщает The Independent. Кассетные бомбы раскрываются в воздухе, выбрасывая так называемые бомбовые шашки, которые рассеиваются на большой площади и разрушают сразу несколько целей. Мы можем говорить о том, что это может быть действенное средство, которое на фоне нехватки боеприпасов артиллерийских для решения этих задач, которые стоят перед вооруженными силами. И также, допустим, количество стволов артиллерии может существенно повысить потенциал вооруженных сил по уничтожению противника. В частности, применение подобных боеприпасов в среднем может приравниваться к применению 10 фугасных боеприпасов. Бывший вице-президент США Майк Пенс вновь выразил Украине безоговорочную поддержку. По его словам, Штаты должны и дальше оказывать военную поддержку Украине, которая отражает полномасштабную агрессию России. Мы должны убедиться, что мы обеспечиваем украинских военных тем, что им нужно, чтобы дать отпор и победить российскую агрессию. Потому что это даст понять России, Китаю и любым другим странам в мире, которые пытаются перекроить международные границы силой, что свободный мир не потерпит этого. Свободный мир будет вместе стоять за свободу. В США всего за месяц резко возросла поддержка предоставления Украине оружия с 46% до 65%. Поставки оружия поддерживает 81% демократов, 56% республиканцев и 57% независимых. Опрос также показал, что 76% респондентов считают, что военная помощь Украине – это сигнал Китаю и другим соперникам США о желании защищать свои и союзнические интересы. Как раз в последний месяц государство-террорист проявило себя в полной мере, совершив террористический акт по подрыву дамбы Каховской ГЭС. И это показало в том числе и американскому обществу, что с теми террористами, которые засели в Кремле, по сути дела нет смысла договариваться. И, конечно же, продолжающиеся массированные ракетные атаки, применение оружия без разбора целей, когда поражаются жилые дома, детские садики, школы. Как сообщает Рейтер, опрос состоялся через несколько дней после того, как руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж из-за критики российского военного руководства. Аналитики предполагают, что, вероятно, слабость России подтолкнула американское общество к соответствующей оценке.